Приветствую вас. Хочу вам напомнить, 4 года назад был саммит Восточного партнерства в Вильнюсе, и Янукович отказался подписаться в улучшении процедурации. Ну, там было понятно, что они не подпишут, там уже до этого, там, что называется, сначала пиарили, потом поругались, потом поругались, потом попиарили и так дальше. Но, что самое интересное, как раз, по-моему, в этот день была передача вместе с Верестом, есть у нас такой ведущий, причем довольно интересный человек, хорошо говорит, и тоже мы с ним там дискуссии затели, но я говорю, что по большому счету соглашение подписывать не будет, он, естественно, да, высказал такое мнение, что неподписание соглашения про ассоциацию, это мы украли будущее, если Украина не подпишет соглашение про ассоциацию, то украдут будущее у украинских детей. Я ему пытался объяснить с точки зрения экономики, а где он это прочитал в соглашении. Ну, конечно, надо объяснить не ему. А теперь, пару слов про соглашение. Значит, еще раз повторяю, я всегда говорил, говорю и повторяю, соглашение про ассоциацию с Евросоюзом, создание зоны свободного здоровья надо подписывать. Надо было подписывать в Вильнюсе, я не знаю. Я думаю, можно было спокойно подписать ее в следующем раз. Это не принципиально. Но еще раз напоминаю, что в 2012 году Украина подписала соглашение про создание зоны свободной торговли из стран СНГ. Нормально, тихо, спокойно. Мало того, вот такие зоны свободной торговли Евросоюз имеет с 27 странами. В том числе даже, ну, вся загадывает ЮАР, Чили, Египет тоже есть, Марокко. По этой причине, еще раз говорю, с точки зрения экономики, да, надо подписывать. Потому что само по себе зона свободной торговли с Евросоюзом ничем не отличается от зоны свободной торговли стран СНГ. Мало того, например, Армения, там она решила и то, и другое подписать. Турция. Ну, конечно, она не является членом зоны свободной торговли с СНГ, но очень удачно и там, и там работает. Еще раз напоминаю, что в отличие от всех тех, кто пробегал на Майдан, я соглашение про социацию прочитал очень хорошо. Ну, и те, кто выступали тоже. Смотрите, это соглашение по своей сути фактически дает возможность, еще раз смотрели, дает возможность украинскому бизнесу интегрироваться и работать с европейским бизнесом. Повторяю, дает возможность. То же самое, оно дает возможность европейскому бизнесу развивать бизнес на территории Украины и тоже работать. Но зона свободной торговли с странами СНГ и давала, и дает возможность российскому бизнесу работать на территории Украины и украинскому на территории России. Так что, как видите, ну ничего не меняется. Там чисто техническая, еще раз повторяю, чисто технический экономический конфликт. Реэкспорт. Ну, я приведу на примере. Смотрите. До всех этих зон свободной торговли, как существовало, немецкий автомобиль, ну или из Европы, который поставляется в Украину, на территории Евросоюза сплачивал почтную 10%. Соответственно, он заходит в Украину, ну и на 10% дороже. Теперь, согласно зону свободной торговли, через 10 лет, то есть с 1 января 2026 года, там каждый год на 1% уменьшается, немецкий автомобиль, который будет поставляться на территории Украины, не будет 10%. Не будет. Ноль. Ну, я просто привожу пример, там по другим товарам разные. Есть 5, 12, 37, там разные, сразу говорю. Это вот почтные, так званные, на экспорт, но Евросоюз. И здесь возник, как бы, конфликт. Хорошо. Если будет такая ситуация, получается, что немецкий автомобиль, который поставляется в Украину, почтной нет. Потом, согласно зону свободной торговли с СНГ, поставляется в Россию, ну, почтной тоже нет, потому что и там, и там почтная. Но Россия, на территорию России надо платить НДС, он не исчезает никуда. За растаможку, ну и различные другие платежи. То есть, фактически, он только на 10% дешевле при поступлении. Но если напрямую из Германии поставлять в Россию, да, 10% остается. То есть, грубо говоря, если автомобиль идет через Украину, он на 10% будет дешевле. Если напрямую в России, на 10% будет дороже. Поняли? Проблема? Бред. Ее можно было спокойно регулировать. Спокойно. Во-первых, при желании можно сделать четкий, как сказать, учет. Что это, как и так дальше. Естественно, если такая ситуация, купили немецкий автомобиль, поставили в Украину, потом в Россию, 10% появилось. Без проблем. Без проблем. Обратный вариант. Российский товар. Естественно, в рамках зоны свободной торговли нету пошлины. Он заводится на территорию Украины, а потом, грубо говоря, без дополнительной пошлины поставляется на территории Германии. А там тоже НДС, акции, зарастаможка, все есть. То есть, тоже можно регулировать. Сложно? Ничуть. Да, вы скажете, ну, это один пример. Я не спорный. Это имеется в виду вся номеркультура, если брать, там, что, понимаете, тысячу товаров. Понятное дело, что это за день согласовать сложно. Но при желании можно спокойно заключить дорожную карту или трехсторонней соглашения, где урегулировать вот эти вопросы. Урегулировать вопросы следующего характера. А что, если, к примеру, запчасти на Мерседес поставили в Украину, собрали, этот автомобиль поставили в Россию. Как его считать? Тоже можно вырегулировать. Ребята, вот это все тоже можно вырегулировать. Надо платить 10%. Не надо. Прописали надо. Это же несложно. Было бы такое желание. То же самое обратный ход. То есть, логика предполагалась следующим. Да, есть два соглашения. Есть экономика. В некоторых случаях российскому бизнесу выгодно открыть производство на территории Украины. Выгодно. производить продукцию, а потом поставлять в страны СНГ. Но в этом случае это уже не будет реэкспорт. Это уже будет полноценная украинская продукция. Понятное дело, что там завезли этикетку, переклеили и не сработает. Это полноценная продукция. А дальше проставили в страны Евросоюз. Обратно. С Евросоюза открыли предприятия в Украине. Опять же не реэкспорт, а полноценное производство. Сделали продукцию. Поставили в страны СНГ. Тоже нулевая пошла. Шикарно работает. И вот идеальный момент, как в Турции так работает. Когда вы все время спрашиваете, а почему опять в Турции больше? Вот из-за этого. Она мостиком выступает. Турция довольно много экспортирует продукции машиностроения. Машиностроения в страны Евросоюза. Машиностроения химии страны. Причем, обращаю ваше внимание, она купляет в России и, скажем мы, нефть и полуфабрикат химической промышленности. Перерабатывает, поставляет в Европу. Она покупает у нас полуфабрикат из стали. Перерабатывает и поставляет уже легированно готовую сталь в Европу. Вот так это работает. Понимаете? И вот это можно было спокойно регулировать. Нет. Тут политики покричали. Майбутние нации, детей. Ну и теперь все. Ну что получилось? Оно. То развалили, то захватили, то оккупировали. Тут войнушка, которая неизвестно когда кончится. Что дальше? Никто не знает. Серьезно. Потому что четыре года прошло. Но сейчас даже обращаю ваше внимание. Никто не вспоминает ни про ассоциацию. Честное слово. Кроме меня редко кто вспоминает. Ну серьезно. Я не шучу. Практически на сегодняшний момент даже слово ассоциация старается лично нас не говорить. Мало того. Понимаете? В Европе, когда подписывалось соглашение про ассоциацию, действительно, я так понимаю, было такое представление. Рынок, население, там все хорошо. И можно увеличить действительно импорт товаров из Европы в Украину. А почему нет? Это выгодно. Но. Получилась такая ситуация. Очень многие говорили, что только после соглашения про ассоциацию, поляки завали некачественно дешевыми продуктами. Не завалили. Хотя там действительно очень сильно убрали пошлины. Не завалили. И его завалили. Потому что наши продукции давно уже обогнали польскими. И я тогда говорил, что это не произойдет. Потом у нас очень много, я говорю, насчет этих дешевых автомобилей. Рассказывали. А я говорю, поймите, что да, на 10% они подешевеют, но не на 100%. Да, они что-то не понимают, но все бесплатно. Да, евробляхи бесплатно. Но это же другое. И вот получилась такая ситуация. И действительно, на сегодняшний момент с хорошего договора, шикарного, сделали пару дней. Ну аж зла не хватает. А теперь получается, ну вот, если бы, да кабы. Что для кабы? Я, честно говоря, не знаю, кто посоветовал Янукович сначала пиариться, потом это все придумать. И кто посоветовал, ну, как бы выпендриваться. Плюс ко всему, кто посоветовал там вот этим всяким, тем же европейским, российским устраивать тут баталии. Не знаю. Но, на дрон наловали много. А сейчас, как с этого вырулить, никто не знает. Потому что, да, на сегодняшний момент Украина выживает за счет экспорта рабочей силы. Вот соглашение про социацию как раз этого не было вообще. Да. Выживает за счет того, ну, увеличил экспорт кукурузы. Ну и что с того? Это все не серьезно. Хотя, еще раз хочу вам напомнить, что, да, действительно, если взять 9 месяцев, 9 месяцев 17 и 9 месяцев 13, то да, экспорт вырос. Но на 1 процент. Ну, это там. Ну, может, по этому году будет 5 процентов роста. Ну, ребята, ну, бог светит. Зато экспорт украины в страны СНГ упал на 70 процентов. И вот эти крики, я помню, мы, там рынок евросоюза большой, мы поменяем. Я говорю, не поменяем. Тогда, говорит, никак. Потому что я вижу, что соглашение никак. Не-не-не, поменяем. Кто говорил, вправ. Плохо быть пророком в нашей стране. Чертовский пророк. Плохо. Потому что на сегодняшний момент, я так понимаю, что в ближайшее время никто ничего менять не будет. Он будет так туда-сюда болтаться. Разговоры про ассоциацию лично раз говорить не будут. Ну, и будут ждать, что что-то такое поменяется, произойдет. И вот тогда. И сколько же нам ждать? Ну, 4 года ждем. Так что поздравляю. Ну, не знаю. Некоторых поздравляю с тем, что не подписал. Я думаю, что это ше. Некоторые поздравляют с тем, что надо было подписать. В любом случае, юбилей получился такой, я бы сказал, глупый. Но это факт. И это наше жизнь.